Вот давайте я вам сейчас покажу, что такое человек, вот я его рисую, голова, тело, ноги, руки, все то, что облегает физическое тело человек, это называется эфирное тело, все то, что связано с астральным телом, вот оно располагается вот здесь. И, наконец, третье так называемое тело – это ментальное. Через ментальное тело мы выходим в космос. Вот то, что представляет собой биоэнергетическую сущность человека в связи, вернее, связи с Вселенной. А вот, я не очень понял, а вот назначение-то вот каждой сущности человеческого тела в чем? Вот это вы говорите, какое астральное? Это астральные эмоции, это человеческие эмоции. Они тоже входят в состав физического тела. Ну вот артисты, поэты, художники, они больше пребывают вот в этом состоянии. А вот эта сущность – это индивидуальная сущность каждого человека. Это ментальное или витальное вот это тело. Это и есть вот эта аура, которая окрашивается в зависимости от интеллектуальной уровня, будь то злой какой человек или умный, добрый. Вот по этой окраске вот этой ауры можно фактически определить вот сущность человека. То есть, а здоровье, нездоровье? То же самое, потому что у здорового человека это голубоватое, где-то желтоватое. А у больного человека она искривлена, она не имеет ровных контуров, она имеет или выпуклости, или вогнутости различного рода, по которым и экстрасенсы могут определять наличие заболеваний. Хорошо, но тогда если аура, если вот эта оболочка человеческого тела, это своеобразная связь между космосом и человеком, между миром и человеком, между природой и человеком, энергетическая связь, то тогда, значит, нарушение вот этого облика человека вызывает нарушение мира? Совершенно верно. Нарушается вот это единение. Поэтому больной человек уже он и дает информацию туда, несколько искривленную, искаженную. В зависимости от состояния человека может быть катаклизм в природных явлениях. Это все зависит от деятельности. Или она направлена на добро, или на зло. Здравствуйте. Я приветствую вас от имени программы «Помоги себе сам». Как вы помните, в одной из наших прошлых программ мы с вами достаточно долго говорили об ультрафиолете. О том, какую роль играет вот эта составляющая солнца, солнечного спектра, в нашей жизни, в жизни человека. В этой передаче принимал участие доктор медицинских наук Иван Павлович Неумывакин. И вот тогда я попросил его рассказать, а что ж такое вообще энергетическая структура человека. В чем дело? Что такое организм сам по себе представляет? Это целая система, которая состоит из органов. Органы состоят из клеток. Клетки состоят из ядра и электронов. Ядро, в свою очередь, состоит из нуклонов. А нуклоны из кварков. Это сгустки энергии. И получается, что организм, собственно говоря, материальная субстанция, но вместе с тем, это энергетическую имеет подоплеку. Без нормальной биоэнергетики организм здоровым быть не может. Я не говорю сложный процесс. Вот то, что вы рисовали, вернее, я объяснял, это как раз и есть вот то, к чему я пришел в последнее время. А я пришел к следующему. Любое заболевание имеет общие функциональные признаки. Что это значит? Меня не интересует рак, меня не интересуют заболевания почек, печени, сердца. Все начинается от изменения биоэлектрической сущности человека. Вместе с этим меняется и иммунная среда, защитные свойства организма. Так как биоэнергетика, ну вместо 127, 110, 100 вольт, простите, уже защитные силы, уже не имеют этих сил бороться с заболеванием. И вот это как раз и положено в основу дальнейших всех рассуждений и, самое главное, результативности. А ультрафиолет это уже пришел в самом конце. С физической точки зрения до последнего времени существовала так называемая белково-нуклеиновая природа человека. Но это почти физика, немного химия. А энергетический уровень человеческого состояния практически не учитывался. В настоящее время считается, что одна клетка выделяет где-то 0,1 вольт. Это, ну, в таком исчислении чисто механистическом. Если всю эту, этот вольтаж собрать, то ни одна подстанция мира выдержать такого напряжения не может. Но человек это биологическое существо, которое работает несколько в другом режиме. И когда человек заболевает, в первую очередь страдает вот эта биоэлектрическая мощность работы клетки. Считается на сегодня, что резервы человеческие организмы, они составляют 80-кратную степень надежности. Академик Анохин сказал. 80 или 80? 8-10-кратную степень. И академик Анохин открыл свой принцип, который он назвал. Что любая защита организма, здорового человека, она всегда будет сильнее любого воздействия фактора, который на него действует. Или снаружи, или снутри. Поэтому, взяв за основу вот этот постулат, мы разработали систему, которая включает в себя принцип, что, ну, откуда же брать эту энергию? Где она может быть? Это состояние желудочно-кишечного тракта. Как мы питаемся? Второе. Это дыхание. Третье. Состояние позвоночного столба. И, естественно, четвертое. Это уже коррекция биополевой оболочки самого человека. Ну вот, допустим, состояние питания. Официально медицина в Советском Союзе, она придает анафеме мое имя и мое отношение к питанию. Хотя со мной никто не разговаривал. И ссылается на якобы со мной беседу. И меня ругают за то, что я пропагандирую. Ну, например, том, чтобы люди не кушали молоко. Это не совсем так. В чем суть питания, которое предлагаю не я, это природа. Это то, что мы собрали по крупицам, и которое сейчас, да, меня упрекает, что у меня нет клинических данных. Но у меня эмпирика. Тысячи людей. Мы разделили питание на посткислотно-щелочному его составу. И разделили, разделив питание на белковую и углеводную пищу. Белки – это мясо, рыба, яйца, это бульоны, это баклажаны, это орехи, грибы, это семечки. Это вот наиболее близкие по большому количеству белков. Углеводы – это хлеб, мучные изделия, это картофель, это все крупы, это сахар, варенье, мед. Кстати, сказать нужно, что питания нет в чистом виде, кроме рафинированных продуктов. Они все содержат и белки, и углеводы. Только здесь нужно говорить о преимуществе белковой и преимуществе углеводной пищи. Что же получается? Организм приспособлен так, что белки обрабатываются своими ферментами. Своими, теми исходными веществами, без которых переработаться белки не может. Углеводы идут по своим каналам. Очень сложная система, я опять не буду касаться. Но самое оригинальное, что на всем пути желудочно-кишечного тракта, если вы обратите внимание по схеме, во рту это слабощелочная реакция, в желудке от слабощелочной, от нейтральной и до кислой среды, в области пелерической части, опять уменьшение кислотности, но в 12-перстной кишке уже кислотность должна быть нейтральная. Дальше в кишечнике слабощелочная, в тонком кишечнике, и в толстом кишечнике слабокислая. Грубо говоря, если взять, мы едим мясо. Для мяса, вот по составу, например, соляной кислоты, нужно в 3-4 раза больше, чем для переваривания углеводов. Это связано с более сложными цепочками, пептидными связями. А углеводы, они быстрее перевариваются. Значит, когда мы поедаем углеводы вместе с белками, то углеводы уже готовы ехать дальше. Простите, а белки только-только начали перерабатываться. И что же получается? Углеводы тянут с собою белки, где ещё соляная кислота не переработала то, что ей нужно переработать. В области пелерического отдела кислотная среда образуется, попадает вот этот комок пищи в 12-перстную кишку, но там должна быть только щелочная среда. И пока щелочная среда не возникнет, за счёт усиленной работы печени, желчевыделения и панкреатического сока новая порция пищи туда не поступит. Значит, сегодня интенсивно работают желчный пузырь и поджелудочная железа, завтра, а послезавтра что? Холецистит готов, камни готовы, панкреатит, диабет готов, язвы 12-перстной кишки, гастрит готов. Механизм очень прост, но почему-то никто из специалистов, занимающихся гастрологическими вопросами, ну не хочет этого понять. Но самое главное начинается потом. Белки, не переваренные в желудке, поступив в 12-перстную кишку, дальше перевариваться не могут, нет соляной кислоты. Но это же белки не собственные, это чужие белки, барашка, коровы, кого хотите. Это уже чужеродный белок, который является народным телом. Хорошо, что если выбросится, организм берет от этого белка то, что можно, но не выбрасывается. И он там за счет давления, внутри брюшного давления, очень сильного осматического давления, идет большая энергия по всасыванию всего того, что есть. А кишечник это гормонообразующий, выделительный, термообразующая функция, это всасывательная, это гормонообразующий, или я уже говорил. И теперь вопрос в отношении микробной флоры работает. И вот эти белки, они прилипают к стенкам. Я готовил себя к хирургической деятельности, но я два месяца провел в соответствующих учреждениях и посмотрел, что же остается у человека в кишечнике. Вы извините, каловых камней только в восходящем отделе толстого кишечника, это я проверил у всех. И у тех, кто уже умер, и особенно у живых. Я могу это делать. От десятка до несколько сотен, если перевести на килограммы, есть литературные даже данные, 6-8 килограмм каловых камней выходит только из толстого кишечника. Ну какое же может быть здоровье при наличии подобного рода состояния? Причем все это больные с помощью специальных методов. Через полмесяца, месяц эти булыжники, камни видят собственными глазами, что происходит там. Нарушается все, нарушается иммунная система. Не работает а кишечник, это в первую очередь иммунная система. Ну допустим сказать, вот недавно было сообщение года назад ленинградских ученых, что они нашли, например, систему противораковой защиты. Там есть в кишечнике специально существуют микробы, которые пересинтезируют витамин группы В. Его в общем-то нет у нас, но там происходит синтез. А гнилостное брожение в толстом кишечнике вызывает образование металла, который разрушает эту группу, и витамин В не образуется. Вот вам рак, противораковой защиты в организме нет. Так по всем, по многим показателям. То есть практически получается таким образом, что вся работа кишечника, вот в том режиме, о котором вы сейчас говорите, она сводит на нет всю нашу работу, всей нашей иммунной системы. Совершенно. Микробная флора, это когда, ну вот как муравьи, или пчелы, запустите туда руку, там тепло. В норме микробная флора, она может развиваться только в слове души, как доказал академик Уголев, в том плане, что должна быть клетчатка. Когда в Советском Союзе проповедовалось, клетчатки ни в коем случае не должно быть. Должны быть рафинированные продукты, в чистом виде, только то, что мы получаем и расходуем. Ну это же дикость. И вот это советское здравоохранение в этом плане сделало тысячи, миллионы людей нашего в Советском Союзе больными людьми. Клетчатка, это основа работы кишечника. И вот тогда там клетчатка, и образует, там происходит из одних веществ превращение в других. Это холодный термоядерный синтез. Но он должен работать, когда там температура соответствующая. И температура в толстом кишечнике на 1-2 градуса больше, чем температура тела. Печь работает. Всем тепло, потому что каждый орган кишечника связан с каким-то органом в организме. Будь то почка, будь то печень, селезенка, поджелудши, железа. Здесь мощный слой подсчеты, защиты тепла. С боков, сзади. То есть это печь, которая работает. Всем хорошо. Ну как в доме, когда тепло, уют. Всем прекрасно. А теперь представьте наличие от нескольких грамм до десятков килограмм... Не десятков, а нескольких килограмм каловых камней. Печь-то тухнет. Всем холодно. Термоядерный синтез не работает. А мы лечим сердце. Мы лечим, извините, гениталии. Мы лечим другие органы. Зачем? Не работает та первооснова, которая лежит в основе любого заболевания. Например, нам нужно фосфор. Ну где его взять? Не работает система, которая добывает фосфор и поставляет тому органу, без которого, ну, без этого элемента работать нормально не может. Значит, нужно запустить в первую очередь желудочно-кишечный тракт. Как-то мы это делаем. Мы делаем очень просто. Вот, пожалуйста, обратите внимание на схему. Перепишите ее. И повесьте на кухне. И начните жить и работать. Через мои руки прошли сотни людей. Я ни одного человека не видел, чтобы не было отклонений. Или это будут бактериозы, или запоры. А что такое запор? Запор – это потухший кишечник. Ну почему нужно лечить сердце при таком потухшей печке? В реакторе, который не работает. Не поставляет организму необходимое. Да, мы купируем все это химией. Но химия есть химия. Это же блокировка идет, химизация. Еще больше вред наносит организму. Причем на самых разных уровнях. Временный эффект есть. А дальше ведь все происходит. Вы имеете в виду лекарства, препараты, которые есть? Лекарственные препараты, которые есть. За редким-редким исключением. Все приносит вред. Кстати сказать, вы меня извините, мои коллеги. В Советском Союзе меня знают довольно многие. Последние 3-5 лет я перестал верить во все лекарства. Я в них не верю. Я допускаю прием лекарств, когда человеком плохо, когда нужно помочь острый случай. Я отдаю должное реаниматорам, с которыми я дружу, и с которыми я работал. Это Богомолов Валерий Васильевич Гончаров, стажат Заливан Лунгеноза, и сейчас зам директора Института Скифосовского. Но все дело в том, что это только крайнее состояние. А в целом можно без лекарств, тем более сейчас этих лекарств нет, можно вылечить самого себя. В этом плане. Только придерживаясь этой схемы. Там нет молока, за что меня ругают. Все дело в том, что молоко – это пища детей. И все дело в том, что в молоке находится продукт, который называется молочный сахар. Это лактоза. Простите, лактоза. А лактозу в организме перерабатывает лактоза, которая с возрастом постепенно угасает, выработка ее. А она остается. Почему? Потому что все время мы заглатываем туда молоко. Но как только человек заболел, молоко перестает перерабатываться. Простите, нет фермента, который доводит молоко до конечных продуктов. Вот поэтому я не исключаю прием кисломолочных продуктов. Потому что те палочки кисломолочные, они берут на себя работу, которую не может уже выполнить желудочно-кишечный тракт. А вот скажите, пожалуйста, Иван Павлович, это на ту же тему, на которую мы сейчас с вами говорим. Скажите, значит, вы практически отвергаете вот такое там целенаправленное вегетарианство или целенаправленное мясоедство наоборот? Да, я отвергаю. Все дело в том, что я уже сказал, что я против категорически вообще диеты. Диеты только нужны кратковременно какой-то период. А все остальное нужно кушать по той схеме, которую я предложил. Вы ешьте все, что угодно. Только сегодня белки, утром, вечером углеводы, в обед там белки, как хотите. Три, пять, шесть часов промежуток между приемами пищи. И помните, вы считаете, что без мяса жить нельзя, особенно мужчинам. Это не так. Мясо, которое дает тысячу килокалорий, на собственную переработку требует 800 килокалорий. И доход только составляет 200 килокалорий, который идет на нужды организма. А если взять, например, любую крупу, грубо говоря, это 200 килокалорий требуется для переработки этой крупы, и 800 остается то, без чего организм жить не может. Для того, чтобы, скажем, вот я нормально существовал в этой жизни, был в достаточной степени здоров и не мучился проблемами собственного здоровья, хотя бы, так сказать, вот на таком бытовом уровне, скажем, утилитарном уровне, я должен просто все время свой желудочно-кишечный тракт поддерживать в состоянии работающего термоядерного реактора, как вы сказали. То есть у меня все время там, да. Но если он у меня заглох, если вот те завалы ко мне, о которых вы говорите, то как мне в этой ситуации выйти? Значит, существует система, ну, например, мы взяли уокеровскую систему. Для того, чтобы запустить этот реактор, мы предлагаем следующее. Вы 7 дней делаете клизмы ежедневно. Для клизмы берете 1,5-2 литра кипяченой прохладной воды, туда добавляете или же 1 столовую ложку яблочного уксуса, или сока половина лимона. Если того и другого нет, вы, простите, берете полстакана собственной урины. Ну, это моча собственной, повторяю. И вот это делаете, вот этой водой делаете клизму. Можно делать кипятком. Горячая вода. До тех пор вы остужаете, то пока вот эта тыльная сторона руки терпит вот эту воду. Да, первый день это будет 300-500 грамм, второй литр, а в последующем 1,5-2 литра совершенно свободно кишечник выносит. Хотя в Советском Союзе считается, ну, например, в Витебске, я с ним несколько раз разговариваю, он категорически отрицает вот проведение клизм. Нельзя, кишечная палочка выходит. Ее там нет при запорах, там гнилостный процесс идет. Поэтому надо выбирать из двух зол меньше. Я считаю, что нужно все промыть, прочистить. Организм потом сам найдет, выйдет на оптимальный уровень. У ОКЕРа рекомендует так. Первая неделя 7 дней, вторая неделя через день делать клизму, третья через 2 дня, четвертая через 3, в последующем 1 раз в неделю делать клизму. Люди нетерпеливые. Я допускаю, что уже через 2 недели можно приступить к очистке печени. Что это такое? Ну, тот же, извините, дюбаж, который применяется в клинике, но это более интенсивный и более сильный. Пожалуйста, запишите, как проводить дюбаж или как проводить очистку печени, в том числе желчного пузыря. И, кстати, с камнями. Билирубиновые камни полностью выходят, мелкие холестериновые выходят, крупные остаются. Но раздутый желчный пузырь, освободившись от всех застойных процессов, которые там были, для него в большой камень холестерин он не представляет опасность. Он свободно там болтается. Нет приступа. У нас таких больных очень много было. Что нужно для этого сделать? Три дня после проведения вот этих клизм нужно вести вегетарианские дни. Безбелковую пищу применять. И как нужно больше пить яблочного сока. Есть кислых яблок и яблочного сока. На четвертый день, в 18 часов, вы должны принять две таблетки НОШПЫ и две таблетки Аллахола. В 18 часов лечь в ванну на 15 минут, распариться. И до этого приготовить 300 грамм оливкового масла. Если у вас оливкового масла нет, вы берете рафинированное подсолнечное масло. Если и его нет, вы берете обычное подсолнечное масло. Держите его на водяной бане 30 минут. Осадок не трогайте. Вот вам рафинированное подсолнечное масло. Помимо этого, вы берете 300 грамм лимонного сока. Это почти 1 килограмм лимона. Не все его могут достать. Что же делать? Тогда вы возьмите один крупный лимон, разрежьте на 6 долек Зачем это нужно, я вам скажу У нас пробовали больные, работает эта система Ну допустим, не достали вы лимона Вы возьмете лимонную кислоту, что нежелательно, но можно Чайную ложечку, ножом сгребите и оставьте лимонную кислоту Только то, что остается в ложбинке И возьмите одну пятую часть, то есть 1 грамм 1 грамм вы растворяете в одном стакане кипяченой прохладной воды Затем берете 6 стаканов, разливаете в эти стаканы 50 грамм масла И туда с этого 200 граммового стакана, где есть лимонная кислота Или же 300 грамм лимонного сока Вы разливаете, чтобы это было по 50 грамм того, по 50 или 40 грамм второго И ложечка В 7 часов вы ложитесь в постель Должна быть грелка, ложитесь на правый бок И точно в 7 часов начинаете принимать по одной порции вот этого масла с соком Бывают тошноты, очень редко рвоты Тогда вы приготовьте одну дольку чеснока Мелко-мелко разрежьте и положите в баночку Как только тошнота подступает, вы понюхайте этот чеснок, тошнота моментально исчезает Желательно идти полтора-два часа, пока вы будете пить вот эти 6 порций Не ходить, лежать После того, как вы приняли масло, немного полежали Можете пойти там в туалет и лечь спать Грелку до 12, до часа ночи держать горячей И к утру, где-то 4-5-6 часов, иногда уже в первую половину дня на следующий день Простите, нужен вам туалет И вот там вы попробуйте собрать в какую-то емкость все вот эти каловые камни, которые из вас выйдут Они будут легкие, но внутри там холестериновые камушки, как основа образования каловых камней И вот там они будут выходить Иногда они мало выйдут Не думайте, что это все кончено Печень имеет две доли За один прием, как правило, прочищается одна доля печени Ровно через месяц, причем это вы делаете в полнолуние Гораздо лучше идет процесс очистки Ровно через месяц на фоне раздельного питания вы попробуйте прочистить второй раз Вот тут эти камни, как я говорю, булыжники, из вас буквально посыпятся Но самое главное, что в это время, когда мы запускаем печь А там электролиты А электролиты это самые лучшие аккумуляторы И вот эту энергию, свинозной и артериальной кровью, разносят по всему организму Подпитывают энергией весь наш организм, все наши клетки И больные Да, причем если вы посмотрите на эту схему, она никаких не привносит для вас сложностей Вы кушаете то, что вам сегодня, как говорят, послал Бог Корочка хлеба? Пожалуйста Но без мяса, без белков Извините, вы покушали белки? Исключить полностью картошки, исключить крупы, исключить хлеб Этого нетрудно сделать Вот ведь какая интересная складывается в нашей жизни ситуация И даже не от того, что мы живем в таком достаточно загрязненном мире И этот мир, конечно, стал таким не только потому, что он таков А потому, что мы с вами так к нему относимся Но самое страшное следствие этой ситуации заключается в том, что человек-то тоже грязен И физически, и нравственно Вы помните, как Иван Павлович Невмывакин сказал Что вот этот ментальный мир Ментальная аура Ментальный слой Ментальное тело человека, которое окружает каждого из нас Это наше связующее звено между космосом и Землей Между космической энергетикой и энергетикой нашего организма И теперь представьте себе, как важно нам сохранить вот это звено Неразрывным и чистым Вы должны научиться дышать Запишите, пожалуйста Медленный неглубокий вдох Две, три, четыре, пять секунд Это вы должны в течение месяца так дойти до этого периода Половина этого времени, две секунды, не дышать Медленно, неглубоко выдохнуть Но выдох должен быть чуть длиннее, чем вдох Хотя, вот доктор Гневушев, он говорил У него все там наоборот Но поверьте, у меня сотни, если не тысячи людей Уже использовали этот метод с хорошим результатом Значит, выдох должен быть медленным Не до конца, но чуть длиннее, чем вдох Пауза, две секунды Так вы должны выйти на уровень дыхания Шесть-восемь дыханий в минуту Меньше, пожалуйста Но самое главное Вы должны научиться следующим образом дышать После неглубокого выдоха Вы должны задержать дыхание настолько, насколько сможете За месяц, за полтора Больные, как правило, учатся дышать за гораздо меньше так времени Вы должны задержать за один раз дыхание на 30, на 40, лучше на 60 секунд Но таких секунд в сутки вы должны набрать не меньше одного часа Я не буду говорить о роли углекислоты Ведь кислород это то продукт, который нужен для того, чтобы у нас все в организме сгорело Продукт горения А углекислота это, простите, это кислительно-восстановительный процесс Это синтез белка, все что угодно И один из ведущих патофизиологов в Москве, не Москве, а Советского Союза Коваленко Евгений Александрович Которого я слишком уважаю Он доказал, что если глубоко и часто дышать У нас в авиации космонавтики называется проба с гипервентиляцией За одну минуту человек в лучшем случае испытывает мурашки перед глазами В худшем случае потеря сознания В чем дело? За этот короткий промежуток времени происходит резкий спазм сосудов до 50-60% Вот тут наступает гипоксия, анемия и потеря сознания Чем больше мы задерживаем углекислоты, которую никто ни в Советском Союзе, ни в мире не рекомендовал Тем больше мы снимаем спазм А это, простите, работа нитроглицерина, валидола И когда у человека полиартрит Когда у человека страшные боли Когда у него стенокардия Когда у него инфаркт Все, что хотите Используйте вот этот метод Через 2-3 недели вы почувствуете то, что вам становится хорошо Не обращайте внимания на то, что сердце будет буквально выпрыгивать из груди Это нормальная реакция Через 2-3 недели процесс адаптации пройдет Спазм внутренний снимите углекислоты Вы там накопите достаточно, чтобы она поддерживала все время в нормальном состоянии сосуды Вы только можете выздороветь за счет этого метода Все остальные методы, я повторяю, хороши Попробуйте этот метод, вы все остальные забудете Вы должны учиться дышать животом Почему, например, желчных пузырей у женщин меньше? Они дышат больше Болеют, желчные каменные болезни Они на 2-3 больше болеют Они дышат грудью И диафрагма не работает А диафрагма это насос, который присасывает и кровь в том числе И заставляет работать кишечник И печень двигается Поэтому вы должны дышать животом И, кстати, сказать, я забыл, но существенно После того, как вы после задержки дыхания хотите вдохнуть А у вас еще есть там воздух, который вы еще оставили Надо довыдохнуть Вот так это делается Задержали дыхание Все уже больше задерживать не можете Вдыхать не надо Ну да, нужно Чуть довыдохнуть Тогда у вас ощущение, как будто вы вот Ну, как паровоз, дышать у вас не будет Это не забудьте Третье Состояние позвоночного столба Мануальная терапия сейчас модна Вот, например, один из мощных центров в Москве Это Гриценко, который считает, что все болезни от позвоночника Да совсем не так Это маленькая часть общего целого организма Существенно, когда, конечно, позвоночник плох А он плох всегда Если человек болеет Учитывая рефлекторную дугу Остаются последействия межпозвоночных сегментов Которые отвечают за деятельность того иного органа Мы это называем блок, который там образуется И если есть блок, который сопровождается при определенных манипуляциях хрустом, человек болен И нужно с помощью мануальной терапии полностью убирать вот эти блокировки, которые там находятся в позвоночном столбе Но это мало Все дело в том, что сам костно-мозговой канал это цилиндр, по которому бежит энергия снизу и вверх То, на чем мы сидим, это минус А сверху у нас плюс И энергия все время ходит Вернее, течет по позвоночному столбу Циркуляция Совершенно верно Без этого мы бы не были той динамоэлектрической динамичной машиной Так вот, все дело в том, что как воспалительный процесс происходит перетяжка в том сегменте костно-мозгового канала И ликвар, подходя туда, и вот этой перетяжки Мы называем это пробки И простите Одним только движением Мануальщик это знает Можно убрать вот эту вот блокировку Вот эту пробку, и головная боль исчезает Это занимает всего 3-5 секунд Ну и, наконец, конечно, физические факторы 80% мы с вами в течение дня находимся в сгибательном положении А это уже остеохондроз Это меняется уже структура Структура самих позвонков Почему там и происходит фактически клинообразное состояние И пульпозное ядро Пульпозное ядро вместе с диском, который там есть Оно подается назад Но оно может подаваться и вперед Почему выскакивают эти диски? Почему рвутся там все эти связки? А раз диск пошел назад То сжатие костного мозга Простите, это боли Это уже поясничный, крестцовый радикулит Плекситы, все что угодно Нужно там нормализовать И в первую очередь восстановив физику Заставив человека с помощью питания Снять вот зашелкованность организма Восстановив энергетику Ну и, конечно, я достаточно владею экстрасенсорикой Для того, чтобы подкачать вот те бугры И те изменения в биоструктуре человека Которые вызывает практически любой орган То есть, как видите, человека можно управлять Вернее, самому человеку, самому лечить Но вместе с тем, это только маленькая часть состояния здоровья Опять я говорю только о человеке Но этого мало Необходимо сделать так, чтобы ели вы чистую здоровую пищу Необходимо вас подкачать энергии Когда вы больны, где ее взять? Мы нашли такие принципы? Это ультрафиолет Использование ультрафиолетового облучения Для коррекции состояния человека Для коррекции состояния животных Для коррекции состояния растений И в том числе рекультивации земли Я очень хочу, чтобы вы еще раз обратили внимание Вот на этот метод лечения многих тяжелейших болезней Эта терапия с помощью облучения ультрафиолетом определенного спектра И в определенных дозах крови самого пациента Сначала, как вы понимаете, как всегда Чувствуешь просто маленькое напряжение в сосудах и все Ну то есть, эта операция, которая сейчас производится со мной Она не сложнее той, когда у вас берут порцию крови для биохимического анализа Игла, вены и все Ну это тоже достаточно известная вещь И в общем, тоже ничего страшного в этом нет Вот здесь, в этой лаборатории Облучение крови у пациента Производится с помощью вот этого прибора Который называется гелиус Что значит солнце И вот тут нужно иметь в виду следующее Что при такого рода операциях Возникает опасность образования тромба И вот я снова хочу обратить ваше внимание на то Что у этого прибора очень высокая степень безопасности Ведущий конструктор этого прибора Иван Иванович Кондратьев из Свердловска Ну а о результатах, которые достигаются с помощью УФО-терапии Свидетельствует следующая история Тебе же всего 7 месяцев только Ну что ж ты такой вояка? Ну что ж ты такой? Простите, пожалуйста, как вас зовут все-таки? Татьяна Скажите, пожалуйста, что вас привело вот в эти вот стены, в это заведение? Это была уже крайняя мера, потому что очень долго живем с мужем И вот такой важный момент в жизни ребенок И его нет, очень тяжело в жизни, конечно А вы давно уже, так сказать, замужем? Восемь лет Восемь лет у вас не было детей, да? Да, не было А какой вам диагноз поставили, извините? Ну, в общем-то, миома Миома матки А что сегодня? А сегодня все хорошо Все то, что мы сейчас делаем с природой С самими собой Это не проходит без следа Все в мире взаимосвязано, взаимозависимо Если мы хотим согранить природу в первозданном ее виде Вот как сейчас, смотрите Колышется вот это прекрасное озеро из Сыкуль, равному которого нет в мире Оно живое Если посмотреть на эти красивые горы Они живут своей жизнью На эту растительность Все это живое Но мы можем все это загубить И сейчас сгубим И превратить фактически вот почти в пустыню Все то, что окружает нас Но мы своей деятельностью губим вместе с самих и себя Почему я не признаю сейчас лекарства? Я не верю в любой химический продукт, лекарства Потому что это начало того заболевания, которое было еще больше усугубляет Особенно за рубежом Мне пришлось быть там Я знаю, чем врач выписывает более стоящие, более новейшие лекарства Тем он более умнее оказывает Тем больше бизнес они делают на этом Это, извините, это тоже издержки медицины А оказывается, можно без лекарств обойтись Вот посмотрите на этот очень простой предмет Я считаю, что это самый лучший диагностический центр всего мира Вот эту проволочку я нашел на дороге Я ее почистил, она мне понравилась Согнул один к двум Не очень большой размер, но 14 сантиметров Я люблю очень медь Взял трубочку, воткнул вот сюда эту рамку, так называемую Это биолокационный метод Он уже сотнями лет был известен А сегодня он уже нашел свои права И я в последние 10 лет с помощью этой рамки Могу подключаться к единому информационному полю Лептонному, микролептонному, как хотите И я могу снимать информацию Я могу диагностировать Я за 10-15 минут могу сказать, когда человек родился Если он забыл минуты Попробуйте со мной Погладьте, пожалуйста, эту проволочку Погладьте Давай... 12... 40... ...50... 40... 41... 42... 43... 44... 45... 46... ...43... 44, 45, 46, 47, 48, 49. Да, вам 47 лет. Вот моя супруга, она сейчас отошла, ну, имея, я считаю, что это только должен заниматься врач, имея врачебное образование, прекрасно может делать то же самое, что делаю я, но она не только это делает. Потеря человека, умер, не умер, где он находится, это всё, подключаясь к единому биоинформационному полю Вселенной, можно считывать оттуда информацию. Казначеев, академик Влаиль Петрович, он и предупреждает, что это сильнейшее сейчас оружие может быть, шутить с этим нельзя. А та ваханалия, которая у нас сейчас творится на уровне Джона и других экстрасенсов, которые пекут как блины этих экстрасенсов, не спрашивая образования, только дайте деньги вам корочки, это, извините, преступление. И таких людей допускать к больным категорически нельзя. Вы знаете, есть такое замечательное правило в медицине. Врачом можно назвать только того человека, который исцелил самого себя. А вы-то себя как? Правильно, и есть в Индии тоже такой закон. Если врач болен, он не имеет права лечить больных. Я считал себя умным человеком до 55 лет. Считал себя, давая рекомендации, но сам ничего не делал. Полиартрит был, тромбофлебид был, вопрос ампутации правой ноги уже стоял, аритмия была, атеросклероз с локализацией сердца и мозга приличный был, и я решил, хватит, как говорят, завязал. Сегодня с меня сняты все диагнозы, у меня нигде ничего не болит, и по данным компьютера, у меня сейчас сердечно-сосудист система как 35-36 лет. Своей вот жене я обещал, к 2000 году я должен довести свое состояние до 30-летнего возраста. Секунду. Несмотря на волнение, посмотрите, и характер пульский. Ну что, сейчас проверим. Пожалуйста. Ну какой пульс, обратите внимание. Мягкая эластичная резинка. Ночью он будет у меня 40-45, просыпаюсь 50, ну сейчас где-то 60-65. Да у вас и сейчас-то младенческий. Вот, пожалуйста. Это все результат, нужно работать. Это полчаса-час, каждый день заниматься культурой своего здоровья. И этому надо учить. Ну что же, заканчивая сегодняшнюю передачу, мне бы хотелось обратить ваше внимание на две вещи. Я не знаю, как сложится судьба нашей программы в будущем году. Будет ли она существовать в эфире, будем ли мы с вами встречаться или нет. Все в этом мире быстротечно. Но мне хотелось бы напомнить метод, который для меня в какой-то степени загадочен. Может быть, потому-то он и представляет, и кажется мне столь интересным. Но тогда, когда мы снимали эту передачу, помните, речь шла об ультрафиолетовой терапии. О терапии с помощью ультрафиолетового облучения аутокрови, крови самого пациента. И вот когда мы снимали эту передачу в Институте матери и ребенка в Бешкеке, в Республике Кыргызстан, я видел много историй болезни женщин, которые бесплодны, но которые были очень больны. Которые, может быть, даже сама природа не велела рождать детей. Не велела. Но вместе с тем эти женщины родили и родили поразительно здоровых детей. И врач, который наблюдал их, тогда мне сказал, вы знаете, мне кажется, мне кажется, я не могу это смело утверждать, но вот эти дети, которые родились у женщин, прошедших такую вот ультрафиолетовую терапию, это практически новые поколения. Это абсолютно здоровые дети. Мне непроизвольно пришла в голову одна, может быть, даже абсурдная мысль, но мне хотелось бы, чтобы вы ее выслушали. Мне бы хотелось, чтобы вот те молодые люди, которые сегодня решили вступить в брак, а значит, и родить детей, родить новое поколение. Может быть, имеет смысл им, каждому, даже если они физически кажутся здоровыми, пройти вот такой курс ультрафиолетовой терапии. Может быть, действительно, в скором времени у нас будут бегать солнечные дети. Дети, здоровье которых непоколебимо. Ну, а сейчас я прощаюсь с вами. Всего доброго, здоровья. Вам желает программа «Помоги себе сам». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok